Добрый день, друзья! Сегодня изготовим интересный инструмент. Раньше вместо инструмента, который я буду сегодня показывать, я пользовался вот такой вот кракозявлой. Настал этому конец. Прежде всего, потребуется латунный кругляк. Моя задача произвести обработку... Очень хорошо. Произвести обработку торца и проточить до 6 мм. И нарезать резьбу. 6 мм. На резьбу накрутил две соответствующие гайки. И необходимо обточить. Обточил заготовку. И теперь мне предстоит добиться диаметра 4,5 мм ровно вот этой части. И 6 мм ровно вот этой части. Немного еще обточу. И доведу до необходимого диаметра наждачной бумагой. Поскольку на моем токарном станке, к сожалению, добиться идеального размера крайне сложно. И последняя операция, которую предстоит сделать. Нарезать резьбу М4. М4. Разумеется, не до конца. Где-то до половины. В качестве помощника использую заднюю бабку с патроном. Подпираю с помощью нее плашку с плашкодержателем. Так будет и ровней, и удобней, и быстрей. Выкручиваем деталь. Далее мне понадобится квадрат 8 на 8 мм. Отрежу от него отрезок длиной 51 мм. Работу выполняю ножовкой. Поскольку моя мини-мастерская находится в квартире. И болгаркой работать просто недопустимо. Последнее, что мне предстоит сделать. Просвелить отверстие в квадрате. И нарезать в нем резьбу М6. Просвелить отверстие в квадрате. Произведу предварительную сборку. Фиксатор резьбы. И вкручиваю. Дождемся некоторое время, пока клей полностью наберет прочность. Твердость. Затвердеет. Лишнюю резьбу срежу. Как вы можете догадаться, я оставлял ее чисто для того, чтобы можно было крепко зажать вот эту деталь. В общем, срежу и обточу. С помощью напильника выступающие острые грани. Вот такой резьбу. ты одобряешь? Хорошие! Можно производить смело сборку. Некоторое время назад я приобрел вот такие ролики за совсем недорого. Это так называемые накатные ролики для выполнения накатки с разным шагом. 0,7, 0,8, 0,6 и единица. Таким образом ролик устанавливается на выступающую часть и фиксируется гайкой. Гайку я специально подобрал с кольцом, которое препятствует самооткручиванию для того, чтобы не использовать контргайки, шайбы гровера и прочее. Так удобнее. К тому же можно подрегулировать степень прижима. Много. Обязательно произведем испытание. Зажал алюминиевую заготовку. Предварительно проточу немного и попробуем накатать рисунок. Обязательно масло машинное для того, чтобы процесс был быстрее и качественней. вот такой результат. Надеюсь вам видно, поскольку деталь блестит сильно. Здесь я накатывал и ниже. со своими задачами справляется. Вот такой мой вердикт. До новых встреч. Жму руку на пасран. Пока.